Это прямая линия. У вас есть вопрос, да? Секундочку, сейчас рассоединяю. Алло, добрый день. Олег Шахов в редакции газеты «Химкинские новости». На этот раз он решил сесть за пульт горячей линии, чтобы напрямую услышать от жителей проблемы и пожелания. Их оказалось немало. Сейчас там строится два дома, уже построили 17-этажный, и строится еще один 17-этажный. И будет парковка на 450 машин. Где же мы сможем отдыхать? Если нас со всех сторон окружили большими заболеваниями. Хорошо, я обязательно приеду, посмотрю, и мы на месте тогда решим, что там можно из того, что осталось сделать, чтобы жители могли где-то ходить, гулять вместе с детьми и с колясками. Засилье автомобилей, нехватка зон отдыха и даже размножение крыс. Немного из того, на что жаловались химчане. Всего на горячую линию поступило более 50 звонков. Олег Шахов постарался ответить на все. Как я и говорил, мы будем обязательно обращать внимание на мнения жителей при принятии решений по развитию города. Это были и вопросы установки торговых палаток, и был вопрос установки палатки, где торгуют грилем, которые вызывают неудобства, потому что очень много машин останавливается и мешают жителям. Это были вопросы не до конца проведенного благоустройства, где сделали ремонт и не положили твердое покрытие. Это и, конечно, вопросы точечной застройки. Как сказал исполняющий обязанности главы, будем действовать в порчайшие сроки. Те же вопросы, для решения которых потребуется время, будут взяты на личный контроль. Екатерина Зайнулова, Алик Гордеев, Служба новостей. Продолжение следует...